здравствуйте дорогие друзья тема сегодняшней нашей лекции безусловно очень интересно почему потому что лекция это посвящена лимфатической системе и очистки поскольку пластыри на стопы это наверное единственный в своем роде продукт который очищает лимфатическую систему а это очень очень и очень важно знаете есть очень интересное вот такое высказывание да если лимфа сломана но я бы не так сказала я бы сказала если лимфатическая система не работает мы будем плеваться через кожу и это действительно так вообще здоровью лимфатической системе официальная медицина уделяет очень мало а внимание и практически ничего не знает о лимфатической системе а на самом деле лимфатическая система она одна из самых сложных и хитро устроенных систем человек и лимфатическая система фактически управляет всей работой всего организма если с ней все в порядке то человек здоровым полон сил он чувствует себя великолепно а если с лимфатической системой проблемы то вот как здесь сказано мы будем плеваться через кожу но в первую очередь на самом деле через слизистые оболочки и вообще на самом деле через все органы и системы почему так давайте разбираться а кстати вот есть очень хорошее высказывание действительно от специалистов вы даже не представляете насколько мы ничего не знаем о лимфатической системе то есть вот даже врачи не знаю даже на высоко специализированном уровне те врачи от которых зависит действительно жизни смерть больного а кстати есть профессор левенец он на много лет работал в альтернативной медицине и он всему миру научному медицинскому пытался доказать что лимфатическая система это очень важно это супер важно что она на самом деле важна и потому что эта система вывода ядов из организма и не только ядов бактериальных грибково-паразитарных отягощений да и продуктовых выделения токсинов и именно от лимфатической системы зависит иммунитет человека а иммунитет это ваше здоровье и ваша жизнь а люди обращаются с лимфатической системой но самым непотребным образом хотя с ней нужно обращаться только на вы лимфатическая система у нас работает снизу вверх и никогда в обратном порядке то есть лимфатическая система всегда дает отток всегда дает отток снизу вверх то есть от кончиков пальцев и до грудных лимфатических протоков то есть но вот здесь мы видим с вами лимфатическую систему да она очень тесно сопряжена с венозной системой то есть работа лимфатической венозной системы она тесно связана между собой и вообще работа всей кровеносной системы связана с работой лимфатической системы то есть вот здесь вот если мы посмотрим с вами смотрите вот эта часть да вот она то есть здесь а меж тканевая жидкость на самом деле межклеточная показано и здесь мы с вами видим приносящий венозный сосуд приносящий уносящий вернее извините приносящий артериальный сосуд вот он увидите да венозный отток вот они венозные сосуды и лимфатическая система лимфатические протоки вот они они открываются непосредственно в меж тканевую жидкость и именно отсюда излишек жидкости и все токсины и все загрязнения которые находятся в меж тканевом пространстве они по лимфатической системе идут по системе региональных лимфатических узлов лимфатическая система снабжена клапанами то есть обратный ток невозможен если клапаны в нормальном состоянии но кстати если делается неграмотно массаж то есть против тока лимфы то эти клапаны могут быть разрушены и соответственно тогда а может а загрязненная отягощенная лимфа идти противоходом чего не должно быть и кстати а 50 процентов профессиональных хирургов признали что никогда не зашивают лимфатические сосуды это и к тому насколько современная официальная медицина не знает о лимфатической системе ничего а ведь лимфатические сосуды это очень важно это очень важно а никто вообще не получает специализацию по клинической лимфологии хотя в новосибирске есть институт лимфологии но не участковая служба не терапевты не хирурги никто абсолютно не знают о лимфатической системе практически ничего понимаете то есть смотрите как вообще а вот все работает то о чем я показывала да то есть есть сосуды по которым идут и ритроциты лейкоциты то есть форменные элементы крови и есть лимфатические сосуды которые открываются непосредственно в межтканевые пространства из лимфатических сосудов у нас извините из кровеносных сосудов у нас происходит питание и плюс еще происходит обогащение ткани кислородом и плюс по венозной системе идет отток крови уже на насыщенный углекислотой и естественно он идет в легкие и там снова оба отдает углекислоту и обогащается кислородом а вот то есть здесь идет система питания система питания система очищения но из каждой ткани отходят лимфатические сосуды вот то что я вам показала на рисуночке выделены они начинаются прямо в ткани они фильтруют через себя огромные потоки лишней жидкости именно жидкости и эта жидкость выводит выходит вот через лимфатические сосуды вместе с растворенными витаминами питательными веществами немного всасывается назад но основной объем жидкости вот то самое болото которым находится продукты жизнедеятельности клеток бактерий вирусов паразитов все это уходит в лимфу и идет через лимфатические узлы очищаясь то есть межклеточных пространствах живет всякая живность до бактерии грибки паразиты прямо в тканях живут и здесь же здесь же они уходят в лимфу и каждую минуту и каждую секунду идет опорожнение межклеточных пространств через лимфатические сосуды знаете это как школьной задачки до бассейн по одной трубе наливается определенное количество воды а по трубе меньшего диаметра выходит другое количество воды через какое время вода полностью заменится в бассейне также и здесь через какое время полностью вот это вот то что находится в межклеточных пространствах пройдет через лимфатическую систему и будет очищена вот это пространство должно быть идеально чистым но если плохо работает лимфатическая система это пространство идеально чистым не будет и смотрите лимфоузлы да то есть вот лимфоузел первого порядка мы с вами его видим вот он до самый первый который начинается рядом с тканями если он заблокирован то есть это как говорят таможня первого маленького масштаба если он поражен если он заблокирован то говорят рак первой степени и метастазирование она ведь идет по лимфатической системе по лимфоузлам если проблема с лимфатической системой это онкология то есть 10 входа в один выход называется именно в лимфатических узлах находится ферментная база нашей защитной системы это лимфоциты это макрофаги да то есть там живут живые клетки которые фильтруют жидкость вот эту лимфатическую уничтожают бактерии вирусы грибки паразитов простейших уничтожают различного рода возбудителей и раковые клетки но если плохо работает лимфатическая система то тогда наступает очень серьезная проблема то есть в узлах первых лимфатических узлов первого порядка вот фильтруется начальная идет фильтрация следующие у лимфоузел второго порядка он находится выше и естественно он уже обеспечивает обслуживает более широкие территории если он забит то говорят о чем у вас уже рак второй степени и так далее все идет снизу вверх и чем выше лимфоузлы поражены тем больше объем и площадь захватывается патологическим процессом и что еще очень важно лимфатическая система это единственная система кроме почек и желудочно-кишечного тракта которая имеет функцию выброса через слизистые оболочки и кожу наружу понимаете то есть когда она не справляется тогда у нас происходит что начинает идти выброс вот этой вот жидкости межтканевой загрязненный через слизистые оболочки и кожу наружу и что мы говорим ой у нас аллергия ой у нас дерматит у нас экзема ой у нас там поленос ой у нас кашель и так далее и тому подобное но то есть то о чем вот я вам говорила если лимфа лимфатическая система сломана не работает человек будет плеваться через кожу и слизистые и кстати всегда первый вопрос до который можно задать а первый плацдарм лимфатической эвакуации первое место высадки трупов бактерий токсинов а где это угадайте с трех разов где напишите мне пожалуйста мне интересно как вы думаете какой вот первый канал через который идет очищение через слизистой оболочки задумались но основная масса говорит наверно нос там до глаза вот когда аллергия но помним о том что ток лимфе идет снизу вверх и первое место которое начинает реагировать это уродинитальная сфера у женщин и мужчин то есть у женщин это влагалище у ретро у мужчин как только попадает какой-то возбудитель до плюс снизился иммунитет плюс переохлаждение вот это что-то попало в организм и сразу же это обнаруживается да то есть начинается некомфортное состояние боли рези выделения и так далее и что обычно происходит человек бежит к врачу гинекологу ли урологу и уролог и гинеколог что начинает делать бороться с выделениями да то есть устранять выделение то есть давать что антибиотики противогрибковые препараты если там что-то находят а а бороться надо с причиной с инфекцией но у нас что делается устраняется в первую очередь выделения чтобы не было выделений вот а то есть здесь тоже вот такой подход неправильный а лекарства основные противогрибковые и антибиотики это что это удар по печени очень серьезная это тоже иммунитет и как говорит ой да пролечились выделение нет а потом раз проходит неделя-две несколько дней и опять начинаются выделения особенно при молочнице а что такое молочница что такое вообще выделение при молочнице это собственно говоря мицелий и трупы грибка который был уничтожен нашим организмом с помощью лейкоцитов макрофагов и нашей защитной системой поэтому надо бороться не с трупами они уже убиты бороться надо живыми возбудителями а бороться можно только одним единственным способом повышая иммунитет нормализуя иммунную защиту иными методами не получается потому что вот все живое не убьешь лекарственными препаратами то что живет внутри нарушает здоровье человека есть можно постараться убить но скорее всего будет убит организм хозяин организма человека но не те организмы которые в нас живут понимаете 2 плацдарм высадки это кишечник через него выделяется огромное количество яда и а лимфопротоки в кишечнике их очень много это лимфопротоки которые открыты внутри стен от кишечника внутри ткани их тысячи и они все это выделяют то есть когда у человека есть воспалительный процесс неправильно до продукты гниения брожения в кишечнике слизь или там кто-то говорит там у меня дизентерия у меня в кали сплошная слизь а это тоже трупы трупы вирусов бактерий возбудителей дальше 3 плацдарм работы а лимфатической системы поднимаемся выше это потовые железы особенно в подмышечных впадинах что происходит сейчас друзья мои почему так много рака молочной железы вообще человек должен потеть все яды гормоны токсины организм выводит через потовые железы в том числе а что делает у нас мужчины и женщины чтобы этого не происходил да ах как же это под это это плохо сейчас у нас реклама идет дезодорантов у нас ботулинотерапия да то есть колят ботокс подмышечные впадины масса всяких гелий мази на основе то есть таблеток которые блокируют выделение пота что происходит это блокировка действия лимфатической системы и огромное количество побочных явлений может быть начиная но понимаете первую очередь это что проблема с молочными железами это та же самая мастопатия и в перспективе рак молочной железы а если взять в объеме макроорганизма то а это может быть даже там нарушение вкусовых ощущений затруднения при жевании глотаний сухость во рту то есть весь организм поражается просто потому что человек блокирует работу подмышечных лимфоузлов а их там много но в первую очередь естественно куда пойдут яды если мы заблокировали выделение они пойдут конечно в молочную железу лимфа догнала все наружу а человек взял вот пожалуйста там без дезодорант использовал еще что-то это страшная ошибка то есть смотрите сейчас на самом деле есть адекватные дезодоранты кристаллические да то есть они обладают для того чтобы не было запаха пота да они обладают как сказать антисептическим действием но они не блокируют выделение пота и они по нормальной адекватной цене на самом деле поэтому я вам очень советую этим пользоваться то есть никогда нельзя использовать блокирующие выделения пота препараты а сейчас же есть вообще там чуть ли не 7 дневного действия а инъекции вот ботокс да это ну это вообще просто ужас такой и понимаете лимфатическая система распространена во всем организме вот вы посмотрите и где у нас максимально находится то есть смотрите желудочно-кишечный тракт видите да кишечник вообще вот мезентериальные лимфоузлы и так далее смотрите где у нас много лимфоузлов подколенные ямки области коленных суставов паховая область много видите тоже да то есть это у нас урагенитальная сфера вот смотрите подмышечной области сколько лимфатических узлов а ведь это вот вот идет от всех тканей видите вот есть еще локтевые лимфоузлы но максимум их подмышечной области то есть весь отток идет сюда да и потом только продает впадает в грудной лимфатический проток и вот смотрите шея тоже обеспечена очень мощно лимфатическими узлами мы можем еще посмотреть с вами на другой картинку да то есть посмотрите тоже масса лимфоузлов но и здесь то же самое видите система взаимоотношений между кровеносными лимфатическими капиллярами направление жидкости то есть смотрим да идет естественно входящий артериальный сосуд выносящий венозный и лимфатическая система и вот здесь видны клапаны лимфатической системе которые не дают обратно идти лимфатической жидкости в ткани то есть должно быть движение только вот такое да только из ткани только из тканей лимфатическую систему причем смотрите есть центральные и периферические вторичные органы иммунные или лимфоидные системы лимфоидная система это иммунитет смотрите это аденоиды то лимфатические органы это миндалины лимфоузлы любые лимфоузлы а первой бляшки это тоже лимфоузлы только они находятся в кишечнике аппендикс это тоже орган очень богато насыщенный лимфоидной тканью селезенка и первичные органы да вот тимус вилочковая железа например костный мозг это естественно это а это те органы которые производят собственно говоря клетки белой крови в том числе которые являются нашей с вами иммунной защиты то есть понимаете насколько эта система важна а мы говорим да зачем нам стопные пластыри когда идем в систему комплексного очищения люди говорят я возьму только антигельминтный сбор биркова да а зачем мне там сорбент а зачем мне там в стопные пластыри да как же друзья лимфатическую систему как вы будете чистить как вот допустим да у человека заболели коленные суставы почему воспаление пошло а сзади за коленным суставом вот здесь подколенные ямки есть лимфатические узлы вот его заблокировала и вся дрянь остается там в районе в районе коленного сустава пошло воспаление инфекционно-аллергический артрит ревматоидный артрит там ревматизм если это бета-гемолитический стриптококк и так далее все температура поднялась сустав отек а почему олимпоузел не пропускает жидкость межтканевую начинается что греют мази и грязи и растирки и так далее а не помогает почему то что в первую очередь надо чистить лимфу а греть лимфу вообще нельзя и плюс конечно посмотреть да кто там живет желательно если есть такая возможность дальше четвертый плацдарм это слизистая полость и носа вот когда она там и аллергии и все на свете асно и плюс это основное количество воздушно-капельных инфекций то есть респираторно-вирусной инфекции это естественно грипп и так далее удалили аденоиды удалили миндалины это 5 плацдарм все человек постоянно болеет у него начинает опускаться инфекция вниз потому что 6 план плацдарм это гортань это ларингиты фаренгиты ларингиты седьмой плацдарм это трахея восьмой бронхи девятые легкие то есть все когда все забивается заканчивается все это дело кневмонией можно понимаете как официальная медицина можно заблокировать и отрезать все но вопрос в другом а чем потом будет выделяться вот это вот содержимое гной и так далее чем чем токсины будут выводиться если лимфатическая система перестает работать чем ничем понимаете и и это очень важно да и еще очень важный момент друзья мои это движение знаете почему потому что в лимфатической системе в самой в ней в сосуде мышц нет так же как и в венозной системе мы с вами об этом говорили да тем у кого варикоз нужно двигаться почему потому что как венозную систему так и лимфатическую а лимфатическое кстати она в венозную спадает вот видите то есть лимфатическая система впадает верхнюю систему верхней полой вены то есть венозную систему и влинг и как в лимфатической так и венозной системе нет мышечных мышечной стенки и соответственно проталкивается все это еще работой мышц если вы мало двигаетесь из вас очень плохо работает лимфатическая Grand kidney система поэтому что происходит правильно вот человек много сидит у него очкают ноги что нужно делать двигаться если вы много хотите и двигает сделайте зарядку у вас отеков не будет то есть что нужно сделать да если вы видите вам плохо тяжело там отеки начинаются попейте очищенные водички подвигайтесь делайте зарядку банальная зарядка для того чтобы вот ноги меньше отекали знаете это приведение и отведение на себя и от себя причем с нагрузкой чтобы чувствовать работу икроножных мышц почему потому что прокачивают лимфатическую и венозную жидкость от стоп именно икроножные мышцы то есть элементарно кто делает никто никто понимаете точно так же вот любая гимнастика она очень хороша как которая вам нравится просто банальная даже гимнастика хотите а хотите йогой занимайтесь там цигун и так далее не важно самое главное двигайтесь самое главное в жизни вообще на самом деле правильное питание и движение кстати многие задают вопрос это как секс секс это движение ритмичное и упорядоченное поэтому если секс качественный приносящий удовлетворение это здорово потому что это идет разгрузка отработка лимфатической системы разгрузка органов малого таза венозная разгрузка то есть это замечательно пожалуйста можете использовать секс вместо на зарядки да особенно если регулярно то есть вот так вот а кстати расскажу вам интересный пример тоже у одного из знакомых врачей причем это человек который но наблюдает она биохимик врач лаборант и вот они наблюдали ребенка ребенок умер от лимфогранулематоза то есть это такое вот заболевание да это ну вот как рак да только лимфатической системы может быть и слышали или же не хочешь кинская лимфома это называется перед этим но тяжело это было было длительная реанимация не смогли спасти ребенка ребенок задохнулся и уже после смерти вот у нее отошла слизь из бронхи и когда врач реаниматолог вытирал эту слизь он заметил что-то непонятное смотрел смотрел а потом спросил а какие листы выглядят как опарыши то какие же опарыши там там вот понимаете то есть салфетка была полна глистов а это что это скорее всего у нас было что личинки с карибы но они вот выглядели как опарыши на мясо личиночная стадия но они были где они были в легких и возможно даже в лимфатических узлах бронзе понимаете что такое отек легких это блокада выхода жидкости через лимфатическую систему то есть друзья лимфатическая система она уникальна абсолютно уникальна и нужно обязательно использовать вещи которые стимулируют лимфу на выход и разжижают и и соответственно выводят вредные вредные вещества из тела потому что есть вещества которые стимулируют от отделяемая лимфы а есть вещества которые блокируют или ослабляют движение лимфы а кстати в лимфе есть гиалуроновые кислоты они могут быть или гелем как густой кисель или золим как жидкий кисель вот почему нужно ходить в баню допустим зашли в баню все и потекло из носа потекло и из потовых желез все в прорубь нырнули загустела все все из-за контраста температур но вот чтобы хорошо пошла лимфа в бане должно быть где-то 60 градусов кратковременно но дал вот на при этой температуре очень хорошо париться то есть надо применить лимфостимуляцию чтобы двинуть лимфу и вот наш замечательный пластырь на стопы это именно лимфостимуляция то есть наш великолепный пластырь на стопы способствует выделению из лимфатической системы вот этой слизи вот этих ядов которые там совершенно не нужны почему на стопы друзья мои просто потому что на стопах находятся проекции всех органов и систем на самом деле это а вот влияние воздействия знаете да что пластырь и на стопы это производство концерна из бусарма тот себе это тибетское производство и в основу действия пластырь и на стопы заложены каноны китайской и тибетской традиционной медицины мы все знаем что у нас на стопах находится проекции в проекция всех органов и тканей абсолютно всех органов это вот у меня схема такая она но скажем так не подробно и вот следующая схема она очень подробно и почему когда мы начинаем процесс очищения мы в первую очередь ставим стопные пластыри куда мы в первую очередь стопные пластыри ставим а на зону свода стопы вот сюда почему потому что здесь находится проекция кишечника а как вы помните да и мы смотрели с вами на картинках в области кишечника масса лимфатических узлов то есть что мы делаем мы нанося пластыри на стопы сюда а рефлекторно способствуем очищению кишечника если у вас респираторно-вирусная инфекция если у вас насморк если у вас поленоз до связанные со слезотечением куда надо поставить пластыри да вот смотрите вот двоечки да это лобные пазухи у нас вот они то есть это вот вот система и вот вот голова у нас где большой палец сюда нужно поставить пластырь и кстати я вам покажу вот пример замечательный да вот как кстати выглядят пластыри когда они работают видите да что слизь на поверхности пластырь и влага то есть пластырь он сухой когда вы его открываете и вот так он выглядит когда он проработал вот здесь видите слизь на нем вот это те токсины которые стопный пластырь вытащил из организма и вот здесь человек провел эксперимент наш елена александровна смирнова педиатр вот у ребеночка на фоне респираторной вирусной инфекции они ставили стопные пластырь вот это ставили на свод стопы то есть на проекцию толстого кишечника а вот это ставили на проекцию чего лобных пазух до нос пожалуйста видите здесь намного больше отделяемого то есть даже вот так вот видно как это работает то есть друзья мои мы можем корректировать с помощью пластырей на обклеивая их на разные зоны состояния различных органов и способствовать их очистки почему и как это работает в составе пластыря есть несколько компонентов то есть это пудра вулканической лавы как источник отрицательных ионов это хитозан это витамин c это мандариновое масло это экстракт бамбука и различные натуральные растительные экстракты которые способствуют движению лимфы наружу и обладают выраженным оздоровительным и абсорбирующим воздействием то есть использование стопных пластырей абсолютно необходимо любому человеку даже профилактически даже если он считает себя здоровым и лимфоочистку надо делать исходя из следующего то есть вот острые какие-то случаи да можно даже там один-два дня вот респираторная вирусная инфекция вот один-два дня чтобы снять интоксикацию а если вы хотите серьезно заниматься организмом то это и месяц и полтора месяца и два и три обязательно нужно делать лимфоочистку после химиотерапии после респираторно-вирусных инфекций после стресса после прохождения рентгена или флюорографии после употребления различного рода токсических веществ допустим алкоголя курящим обязательно лимфоочистка нужно постоянно это огромная помощь всей системе нашего организма надо заставить сдвинуться вот всю воду которая находится в организме у нас организм где-то там разные в зависимости от органов да ну 70 процентов организма это вода и она должна двигаться и вот тогда человек начнет чувствовать себя лучше когда водичка потечет ее надо профильтровать через лимфатические узлы и плюс через сорбент то есть через кишечник но эта тема уже другой лекции сорбенты на самом деле когда мы говорим о комплексной системе очищения организма вы знаете да что я всегда назначаю что сорбент пластыри на стопы и плюс противогрибковый противопаразитарный сбор да то есть сорбент это альгинат кальция антигельминтный сбор беркова это противопаразитарный противогрибковый сбор и стопные пластыри обязательно и это надо сочетать и кстати внимание противопоказаний для очищения лимфы нет то есть даже новорожденным детям можно использовать пластыри на стопы обязательно обязательно поэтому друзья мои наши замечательные великолепные пластыри по стопам на стопы они нужны они абсолютно необходимы давайте мы посмотрим теперь как применять я вам расскажу да вот то что делаю я обычно смотрите первое вы берете открываете пакетиком такой красивый золотистый открываете пакетик а берете снимаете защитную пленочку вот с основой которая приклеивает да вот вот она будет придержать пластырь сам действующее вещество на коже берете пакетик с действующим веществом приклеиваете пакетик бумажной стороной к липкой ленте аккуратненько взяли вот распределили там сухое вещество внутри пакетика распределили его равномерно и аккуратненько приклеили к своду стопы например если мы хотим просто заниматься действительно очисткой да и знаете что сделаете друзья мои оденьте носочки кстати вот есть очень хорошая методика многие говорят надо на ночь но я рекомендую за где-то 4-5 часов до сна можно одеть особенно если вы устали у вас отекли ноги одеваете в пластырь и стопы одеваете носочки и ходите просто оденете вот а тапочки вот такие до которые но не матерчатые и ходите почему потому что все равно в любом случае у вас идет нагрузка на венозную лимфатическую систему и у вас еще поработают пластыри наступит до того как вы ляжете спать утром встали видели да что происходит на пластырях это обязательно нужно смыть хорошо хорошо помыли ножки убрали вот эту всю слизь которая может быть же и на коже тоже все и пошли спокойненько себе на работу или по своим делам то есть пластыри на стопы нужно ставить каждый день причем если вы ни разу не проходили программу очищения то нужно ставить их как минимум месяца полтора пластыри на стопы можно ставить не только на стопы но и на другие органы и системы но рекомендуют производители да и специалисты в области тибетской медицины сначала ну хотя бы месяц поставить все на стопы а потом можно ставить на область печени то есть разгрузить лимфатическую систему в области печени пожалуйста там на область селезенки на область суставов все это можно делать и ставить то есть пластыри наши стопные для очищения лимфы это действительно как говорят наши пациенты сухие капельницы очищающие это действительно так это огромная помощь нашему защитному ресурсу это огромная помощь нашей иммунной защите это выведение шлаков и токсинов паразитарных отягощений продуктов жизнедеятельности грибков паразитов бактерий и вирусов поэтому друзья мои вот пластыри на стоп они вообще должны быть в каждой семье обязательно и необходимо у нас кстати грамотные наши пользователи что делают у них пластыри на стопы есть всегда вот сейчас идет период респираторно-вирусных инфекций детки пошли в школу сейчас понесут респираторку и грипп заболел ребенок что нужно делать конечно же наш замечательный иммунокардиовид придет у нас я очень надеюсь что в ближайшее время кардицепс экстракт кардицепса и друзья мои обязательно пластыри на стопы причем пластыри на стопы сами по себе вот сколько раз мы получали отзывы поставил ребенка пластыри на стопы замечательно снимает интоксикацию которая вот возникает при температуре до когда ломит все тело ломит мышцы до боли в глазных яблоках голова болит вот вам пожалуйста абсолютно безопасный не имеющий противопоказаний продукты бит то есть друзья пластыри на стопы показаны абсолютно всем людям для нормализации иммунной защиты для очищения организма людям проживающим в экологически неблагоприятных условиях людям у которых есть склонность к отекам нижних конечностей к варикозному расширению вен далее для активизации работы клеток для улучшения кровообращения для профилактики возникновения опухолей кстати многие отмечают начинают говорить ставить стопные пластыри улучшается сон конечно интоксикация снижается людям у которых есть проблемы с работой кишечника обязательно почему потому что если человек страдает запорами то у него вот эти продукты гниения и брожения находятся в кишечнике и отравляют организм тем у кого избыточный вес тем кто пьет курит употребляет наркотики обязательно кстати у меня есть пациентка которая употребляла наркотики потом перешла на алкоголь и у нее ну очень серьезно то есть она молодец она взяла себя в руки да она вышла из этого состояния она почти год не употребляет никаких психотропных ну алкоголь это что же психотропное вещество да а вот но ей конечно очень тяжело и мы вот на нашем продукте идем на нашей программе она очень довольна почему потому что все таки это не химические лекарственные препараты тяжело и вот она отмечает что когда вот впервые она стала ставить стопники слушайте насколько мне легче вот действительно легче и самой общее самочувствие лучше играть я спать лучше стало вот он человек зависимость то есть абсолютно всем и взрослым и детям и пожилым необходимо иметь в доме несколько упаковок стопных пластырь это безусловно для чего для того чтобы поддержать организм а если уж хотите серьезно заняться собой то полтора месяца расставьте пожалуйста курс стопных пластырей очистите вашу лимфу помогите вашему организму вы видите шлаки таксины из организма и ваш организм вам ну действительно будет настолько благодарен и отблагодарит вас хорошим самочувствием и хорошим здоровьем так что пользуйтесь друзья мои нашими замечательными пластырями и будьте здоровы чтобы осуществить в нем Продолжение следует...